Ребята, я нашел способ как заработать на своих яйцах. Rich Birds. Первая онлайн игра с выводом реальных денег. Покупай себе на ферму птиц, продавай снесенные ими яйца за серебро и обменивай его на реальные деньги. Я знаю, что подобные проекты могут вызвать сомнения, но Rich Birds работает уже более двух лет и исправно уплачивает деньги своим игрокам. Ссылка в описании. Итак, здорово. Сегодня у нас будет, короче, не обзор, сегодня у нас будет готовка щей, щи от Ванамаса. Сегодня будем готовить щи, чтобы, так сказать, вы были более независимы от женского пола. Блины я вас уже научил готовить, пирог тоже научил. Вот, сегодня будет щи. Щи будут не нищие по двум причинам. Первая причина не щи-щи, это на Руси назывались щи без мяса. Вот, это не щи-щи. Но я не вижу смысла в щах без мяса. И поэтому сегодня будут богатые щи, они так назывались, потому что мясо было дорогим. Но оно еще не особо дешевое. Дешевое, оно, кстати, я достаточно дешевое купил. Ну, вот. Что еще можно сказать? Ну, в общем, соответственно, это будут богатые... Ну, богатыми их, конечно, не повернется язык назвать. Это будут щи, да. Варить я их буду, сразу скажу, первый раз в жизни, да-да, не удивляйтесь. У меня даже нет паломника, поэтому я даже не знаю, как ложкой буду наимать их потом. Вот. Может, потом куплю завтра, не знаю, короче. Посмотрим. Вот. И давайте посмотрим по ингредиентам, да, как бы, что нам потребуется. Ну, опять же, щи приготовить, ну, не то чтобы сложно, да, как бы, но, конечно, это не блины. Блины быстрее, пирог быстрее. Это тут посложнее, да, как бы, в плане денег и в плане количества времени. То есть, время, оно требует... Ну, я первый раз сварю, я не знаю, сколько потребует, но просто я уже рецепт-то прочитал. Я знаю, что самое большее это отнимает просто, собственно, сварить, сварить мясо. Это долго, это полтора-два часа. Вот. И плюс какие-то другие еще временные расходы. То есть, это где-то, наверное, два с половиной часа. Но реально из этого, из двух с половиной часов вы потратите где-то, наверное, около, ну, получаса где-то. Вот. Остальное время вы можете играть в долгу. Собственно, пока мясо будет вариться. Итак, давайте перейдем к ингредиентам, да, Кальма. Основной ингредиент щей, ну, тут спорно, да, это либо мясо, либо капуста. Но, пожалуй, капуста, да, как бы. Почему? Потому что щи – это что-то кислое, обязательное. В основном это применяется капуста. Капуста может быть и квашеной какой-то, но, не знаю, я даже ел когда-то из квашеной, хз. Может, в какой-то столовой только, а обычно просто капуста обычная вот я купил. Ну, такая относительно недорогая, то есть 20-30-35 рублей килограмм где-то стоит, но здесь полтора килограмма, где-то 45 рублей. Вот, из, причем нужно, я прочитал, 300-400 грамм. Здесь вот полтора килограмма, то есть, по идее, этой капусты хватит на 5-5 щей. Вот. Значит, капуста, да, уже где-то под 50 рублей. Кстати, потребуется где-то трехлитровая кастрюля. Ну, вот у меня 4,5 литра. Даже лучше 4,5 литра, чтобы ее не полную заливать, да, потому что если у тебя трехлитровая кастрюля, то нам по горлышку там вода будет выкипать и так далее. Вот, кастрюля нужна большая, соответственно, вот. Дальше. Второй ингредиент по значимости, кто-то, может, и первым, это мясо. К сожалению, говядина почему-то нынче не продается в магазинах. Я в три магазина зашел, единственное, что я увидел, это какой-то азу из говядины, но это для жарки, я понимаю, я так понимаю, потому что там маленькие кусочки, но не больше для жарки, я так подумал, если это сварить, ну, хз, короче, ну, как бы нужно в идеале, да, просто мясо на кости, то есть кусок такой, нигде нету, даже просто говядины, вырезки нету, то есть везде свинина есть, вот свинина, да, да и раньше я когда в основном, ну, бывает, да, бывает говядина, но редко, вот не знаю, с чем связано. Пишите в комментах, я думаю, с тем, что сельскохозяйство у нас не разы, это возможно, но при этом свинина есть, ну, не знаю, может, ее проще выращивать, хз, она более выгодна, не знаю, в общем. Вот, мясо, мясо нужно 400 грамм, здесь 600 грамм, естественно, обрезать не буду, поэтому вот это и пойдет. Вот, кстати, тут цена 160 рублей, вот это, то есть уже 210 рублей, естественно, это нищими щами никак не назвать, ну, хотя 3 литра, этого хватит, ну, смотря, поскольку есть, наверное, даже дня на 3 хватит слегку, на 2 стопудов, ну, даже на 3, вот, на ушпани не скисли. Дальше, что, второй и третий ингредиент, это, пожалуй, картошка. В принципе, нужно 2 картошки, здесь 3, ну, я так понавалюсь, и 3 картошки. Ну, тут копейки, я даже, не знаю, ценника нет, это, ну, это, может, молодой картошки, он дорогой, 40 рублей килограмм, как бананы практически, ну, тут, я не знаю, грамм 300, 200-300 грамм, короче, в районе 10 рублей. Хотя, как другой картошки, можно за 10 рублей килограмм купить. Дальше, следующий ингредиент, они примерно одинаковые, это, например, лучок, две небольших, маленьких даже, лучковины надо, к сожалению, луч вороший, но другого не было, то есть, там были здоровые такие луковицы, знаете, такие вот, такие, я не захотел, а из маленьких были только вот такие. Поэтому, вот, это стоит, ну, такая бизанка стоит 34 рублей, но нужно только 2, то есть, этого хватит минимум на 3 кастрюли полных щей, то есть, грубо говоря, 10 рублей надо. Дальше рекомендуется одна морковка маленькая, вот она, собственно, у меня нету терки, поэтому я ее нарежу, хотя, лучше, конечно, натереть. Может, морковь, она безвкусная, когда сварится, и она только раздражать будет, ну, ладно, я ее вот так и быть купил, посмотрим, да, если что, в следующий раз я не буду. И, в принципе, это же необязательный ингредиент, 2 томата, 2 помидорины, да, как бы, вот, я так помню, конечно, когда еще ел, обычно там помидорина есть какая-то, вот, поэтому купил, как бы, ну, помидоры стоят сотку за килограмм, то есть здесь, я думаю, 20-30 рублей вот это. Ну, соответственно, стоимость, ну, морковь, я не помню, в копейке, он 30 килограмм здесь, 150 грамм, я не знаю, то есть, получается, где-то есть 10 рублей, 210, 220, 230, 230 плюс 20, ну, где-то 250 рублей вот стоит, ну, 250 рублей, ну, понимаете, 250 рублей на 3 дня, если, ну, ты не будешь полностью 3 дня жрать одни щи, да, как бы, мясо ты схаваешь, может, так, в первый же день, ну, может, немножко на второй день останется, то есть, ну, например, 2 трети, может, в первый день съесть, а, еще батон нужен, да, потому что вы обязательно будете батоном заедать, то есть, в принципе, тоже это в стоимости идет. Вот, ну, конечно, если сравнить с каким-нибудь кафе, там тарелка щей, там, рублей 70 стоит примерно, ну, это тарелка, да, здесь 3, ну, там щи, все-таки, покруче будут, чем у меня получится, тем более первый раз, да, я их буду делать, поэтому там, ну, сколько в тарелке, я хз, там, 300, наверное, в районе 300 грамм, соответственно, 3 литра, это 10, 700 рублей, так, 250, но там они, все-таки, покруче, все-таки, в кафе, там, готовят на хорошем уровне, да, как бы, я-то сейчас приготовлю кое-как, там готовят хорошо, плюс не надо готовить, да, это, я вот сказал, там, 3 часа, да, займем на 2,5, но, ничего, надо было сходить купить, а это все непросто, я покупал, ну, я, может сказать, в 3 магазина сходил и покупал в 2, потому что в одном не было капусты, в другом я забыл посмотреть капусту, в 3-м он там взял, хорошо еще была, могло не быть, мясо там пока найдешь, там, какое-то, ну, свинина, как бы, везде, в принципе, можно, да, брать, ну, как бы, это все постепенно, да, в семье пока купишь, то есть, это все геморрно, вот для чего женщину завозят, да, чтобы ей вот этой херней не заниматься, чтобы она вот этой херней занималась, вот, собственно, вот по ингредиентам все, сейчас мы посмотрим, собственно, как это готовится, ну, понятно, что готовить, в принципе, это легко, да, понятно, все, кинул нахер в кастрюлю, пусть варится, вот, ну, единственное, что вначале кидается мясо, и только в конце там кидается нарезанная вот эта хрень, всякая другая, вот, ну, посмотрим, что получится, да, главное, чтобы было вкусно, в принципе, пирогами своими нищими я был, ну, первый, конечно, это вообще, если было невозможно, я выкинул, а второй, в принципе, был нормальный, единственное, что туда, конечно, сахар много, по-моему, там захерачивали, он был все-таки приторным, вот, ну, вкусно все равно, был так нормально, ну, а блины, так вообще от бати, блины там вообще зашибись, даже на воде, там вообще выше вывод, вот, ну, пришла пора, еще борщ, ну, не знаю, борщ, там, что-то я почитал на рецепты, вообще, с рецептами херня, там обычно 40 рецептов щей, ты не знаешь, какие выбрать, а борщ там обжаривать надо, напишите в комментах, нужно ли обжаривать, там, типа свеклу порезать, обжарить, я не буду ничего жарить, понимаете, я не хочу ничего жарить, я если жарю, то сразу ем, понимаете, а тут еще обжарить, славить, это бред, понимаете, макарошку, ну, славил и все, ничего, поехали дальше. Так, ну вот, собственно, мясо захерачили, мясо, можно сказать, живого человека, так сказать, вот видите, у свиней нету прав никаких, их берут, выращивают и убивают, вот, а у человека есть права, ну, на самом деле, запомните, права есть только у того, кто их может отстоять, вот свиньи не могут отстоять свои права, поэтому они вот в таком вот виде, короче, секреты приготовления щей, ну, собственно, это я прочитал, поэтому это не секрет этого намаза, мясо кидайте не в кипящую воду, а сразу, сразу в холодную, зачем, потому что, если ты хочешь приготовить бульон, а для щей нужен бульон, то именно нужно в холодную, почему, потому что мясо, оно, когда ты кидаешь в кипящую, оно быстро сворачивается, да, вот внешняя оболочка, и какие-то там питательные вещества, они не проникают в воду, ну, по крайней мере, это вот объясняется так, какие там жопопитательные вещества, там кровь, да, ну, вот так вот это объясняется, поэтому для бульона нужно сразу кидать, и не солить, солить нужно в последние, где-то 10 минут, перед концом приготовления бульона, то есть, грубо говоря, ну, если вот полтора, я думаю, полтора часа хватит, потому что свинина кусок не толстый, да, как бы, думаю, полтора часа хватит, то есть, грубо говоря, в час двадцать надо посолить, вот, свинина вообще варится, полтора-два часа, это зависит от самой свинины, какая она там старая, молодая бабушка, дедушка или малолетка, да, как бы, просто, в принципе, вилкой тыкаете, и будет понятно, когда она готова, да, если она протыкается легко, то готова. Естественно, ее нужно вначале мясо помыть, я его помыл, я это не показал, но это вообще не нужно, вот, ну, помыть, ну, это и так понятно, да, там, бактерии, пальцы мясника, так сказать, и так далее, вот, так, короче, начинаем шинковать всю эту херню, так сказать, вот, я все помыл, очистил, показывать вам это не буду, эх, не получается, как в фильме, на, так, бати на качество, ёпта, суп от бати, было бы кафе, там бы такой суп тысячу стоил, ёпта, ну, так, отлично, от меня, не меньше, что это такой труд, щи приготовить, ёпта, бесполезно, абсолютно, пустая трата времени, вот, чисто, для вас делаю, может, кому-то понравится, я-то сам говорю, никогда не делаю, пустая трата времени, так, все это херню, херачим, так сказать, в тарелочку, берем лук, эх, 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 многие мечтают, чтобы я сейчас порезал себе палец, суки, не дождетесь, эх, эх, херня какая-то, ёпта, а, тут что особо резать-то, лук, ёпта, скукожица, так, нормально, и так сойдет, как говорится, и так сойдет, так, и вторую лучину, что-то много лука, ну, вроде сказали два лука, блин, слушайте, много мне кажется, какой-то лучной будет, тут картошки меньше, чем лука, выкинуть что ли, что-то, блин, три литра, конечно, не знаю что-то, может, это большая, но это точно небольшая луковица, ну, как думай, ну, ладно, похер, расшачистил, ёпта, давайте, по-барски, так, вот так, борьба с луком, неравная, бать сильнее, так, так, все-таки пробилось, пробилось, через очки, даже, да, луку будет, конечно, многовато, ну, ладно, посмотрим, первый раз, ёпта, что там, вылью в сортиры, если что, ну, конечно, это вам не пирог приготовить, тут, конечно, гемора гораздо больше, это все купить, притащить, почистить, помыть, 2 часа мяса ждать, да, чуваки, это вам не в дотку, партейку, вот, для этого, тёлке нужно, и такой хернёй не заниматься, так-то, любой мужик, это легко может сделать, просто мужику противно отмыслил, как можно жизнь тратить на такую херню, а бабам нормально, так, вспотел батя, потная катка, да, слушайте, рабский труд, ёпта, по-моему, лес рубить проще, чем щи готовить, пипец, это золотые щи получатся, щи этого намаза, ааа, хер вам, хе, не порезал, ну, и что теперь с ней делать, с этой картохой, так, что ли, не так же её бросать, правильно, ну, сейчас будем шнуковать, да, чуваки, вот вам, повезло, что вам мамка готовит, на это всё непросто, разумистым, конечно, тяжело пойти на такие траты времени, ща бы, эх, ща бы, дотку, да, рабыню и зауру, ей бы ща приказы отдавал, нарежь картошку, ёпта, помой картошку, мясо помой, или ещё заработали на это всё, эх, вот правильно, древнегреческие разумисты, знали, что рабов надо иметь, вот, а коммунисты сбили им мазу, сказали, каждый человек должен сам всё делать, все равны, ёпта, даже, чикатило, обладает теми же правами, что профессор наук, да, мазу пока, спина уже устала, приходится раком стоять, ой, потому что стол всё-таки низковат, бывает, это вот, суки, и камера, на самом деле, мешается, ну, так бы я сидя бы это всё делал, как старый дед, так ради вас приходится тут стоять, горбатиться, ёпта, не по-царски, конечно, ну, ладно, картофан, заобнили, блин, тарелка уже не помещается, ещё помидоры, помидоры я-то оставлю, ай, доски, картофель фри упал, так, полезная пища, но бестолковая, абсолютно, столько времени потратите, белков, ничего не будет, но мясо будет, так мясо, и так можно приготовить, без всяких тут дрочений по два часа, да, ну, это всё, видите, крестьянам в средние века нечем было заняться, когда, они развлекались, кулинарей, время, утилизировали, так сказать, на эту хрень, на помидорина, сколько сока, блин, я бы её так схавал, батя не может, позвольте помидорки есть, сачок, сачок свежий, ай, хорошо, но батя купил ровно две помидорки, ровно, я ещё думал, купить, не купить, ладно, давай, думаю, по полной программе, ну, как бы по полной программе там ещё можно там лаврушку какую-нибудь, ещё какую-нибудь херню, но это же совсем по полной, ну, батя ещё не полный, да, правильно, поэтому батя, как бы по средней, полной программе, так сказать, разумистической, так сказать, компромисс разумиста найден. Да, к сожалению, я, как сказал, я не дождался пока мяса, в идеале все-таки, наверное, лучше, пока мясо уже приготовится. Я, потому что сейчас в дотку пойду играть, а это все сохнуть будет, понимаете. Надеюсь, за два часа оно особо не высохнет. Все равно, как бы, в супе-то оно сварится и станет нейтральным. Да, это чисто как-то для виду, я не знаю. Потому что никаких там ни витамин, ничего не будет. Это будет просто нейтральная херня. Вот и напишите в комментах, а зачем это все? Вкус это нет от помидора. В супе, в щах. Все! Рабская работа выполнена. О, теперь ждем-ка, пока мясо, так сказать, сварится. Ой, сварится оно. Пенку надо убирать, там уже пена, ее надо убирать. Ну, это я уж не буду. Ну, ладно, сейчас покажу. Вот. А потом, я просто эту херню всю кину и полчаса где-то 20-30 минут, ну, 30 минут на тихом огне это все херачится и все. Так, вот, собственно, пена, да, как бы, такая пена. Знаете, когда варенье варишь, ну, я-то никогда не варил. Ну, как бы, видел. Там пена, пенка такая, варенистая. И она вкусная. Типа, ее хавать можно. Ну, тут я не думаю, что она вкусная. Эту херню надо, как раб стоять, как бы, убирать. Ну, я думаю, только, вот сейчас вот основную, как бы, ой, запотел этот. Основную сейчас, да, уберу. И дальше уже, я думаю, поменьше будет, поэтому... Давайте я вот все показывать не буду, да, как я тут по-рабски убираю. В общем, примерно показал процесс. Так, короче, все. Полтора где-то часа варилось, даже час сорок. Мы... Я посолил за 10 минут, да, за 10-15 минут. По идее, мясо типа сварилось. Мясо вынимается. Ну, это, конечно, может быть, не обязательно, но, наверное, желательно. Мясо вынимается. К сожалению, я не порезал капусту. Поэтому пока что я захерачиваю все остальные ингредиенты. И потом уже захерачиваю капусту. Что я тупану вообще по-жесткому. То есть я... Самый главный ингредиент, да, я не захерачиваю. Ну, это будем варить где-то 20-30 минут примерно. Вот. Там посмотрим. Вообще, как бы, есть разные взгляды, да, кто-то там пишет. Например, капусту вначале кинуть, и там через 10-15 минут картох. Ну, типа картоха, она быстрее сварится, да, поэтому... чтобы она не разварилась. Вот. Ну, как бы мне-то похер. Всю шняву кидаю, да. Кстати, в одном из рецептов, вот сейчас вот еще раз перечитывал, да, прочитал, что все-таки одну-две луковицы. Ну, как бы две, но одну-две. То есть, грубо говоря, полторы, например. У нас все-таки две. Не такие уж и мелкие. Так. Да. Все. Это я сейчас... Ну, сейчас капусту, конечно, надо еще нарезать. Вот. Это мешаем. Ну, как мешаем, просто, чтобы потопилось. О, и 20-30 минут примерно. Так. Можно крышечки накрыть, но полностью не знаю, наверное, где стоит. На слабом огне я еще меньше поставлю, чтобы не убежал, так сказать. Так. Сейчас наше дело нарезать капустой. Вот. Естественно, капуста помыта. Крайние листки я удалил и выкинул. Потому что их там лапали разные люди. Как это делается? Я не знаю, как это делается, но помнится, по-моему, как-то я видел, кто-то делал вот так вот, что он просто брал, отламывал вот так вот листья до нужного количества, да. То есть нам нужен 300-400 грамм. Мы ломаем. Ломать не строить. Так же это хер не нарезать теперь пипец. Вот это вот сколько? 300-400 грамм. 300-400. Ну-ка. Ну хер, вот это тяжелое. Но у него такое ощущение, что у него внутри тяжелое. внутри у него это транскосмическое вещество. Так вот. Ладно, я думаю, этому хватит на самом деле. Как же это хер не нарезать, да? Не просто, еб ты. Гири и мани. Каточку сейчас сыграл, но две, конечно, не успел, хотя каточка была не особо длинной, но 40 с лишним длинным. Плюс поиск. Поэтому вторую карточку уже нельзя, она уже долго может получиться. Да, что-то это вообще не понимаю, как это резать. Жопа какая-то. Да и места не хватает на доске просто. Гимми, мани, 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 хани. Такое ощущение, что ее надо выкидывать. То есть, то, что ты нарезал, надо тарелочку скандировать. Блин, жопа какая-то, а? Не хватает площади доски, понимаете? Как доска маленькая, как Ватикан. Что ж такое-то криво? Горизонт завален. Ну ладно, и так сойдет, как говорится. Да еп ты, боже мой! Не могу, ну как это все падает? Маза фака. Что делать? Эх, возьму тарелку. Еще одну тарелку тебе грязную из этих сраных щей. Гребаные щи приготовить. Черт бы побрал. Маза фака. Вот этот сюда нахер наносит. Противно все. Надо их все. Не нарезано ни хера. Пол придется. Не придется, надо подобрать все, что спало. Так, ладно, я тут более меняю. Крестьянский хавчик. Как корова. Траву херачить. Все в капусте, ебта. А, не видно, да? Видите, доска съехала. Вот я вот приближение сделал. Ой, это... Пипец, нарезка капусты. Это адовая мука. Даже картоху чистить проще, чем капусту резать. Сенавижу. Эх, сейчас бы в дотку. Наверное, сейчас пойду. Я, наверное, сейчас эту херню закину и пойду. Ну, да, там, в общем-то... Даже если партия будет долгой, в общем-то, там надо будет просто отключить, прийти. Когда убьют, прийти просто. Отключить. И все. Так. Крестьянская пища. Да, долгий ролик будет, я, конечно, не долго. Ну, как вот напеть? Ну, может, конечно, но... Тогда все, что я наговариваю, это надо будет все удалясь. Не хочется. Так, можно это без разговора, да, все там чисто. Типа нарезали капусты, нарезали это херню. Так, как корову жрем это. Так. Ну, нахер вот эту капусту жрать? Вот крестьянская еда. Как корову, ебцарь. Ах, ты! Опять упала. Эх, капуста, грюбаная капуста. Ех ты. Ну, это основной ингредиент. Да, в принципе, щита можно и без мяса делать, а вот без капусты попробую сделаю. Да нет, если бы не камера, просто она вот тут под рукой мне мешается, штатив. Штатив во все стороны, как бы, поэтому я стою в раскоряк, плюс не могу нормально, как бы, так бы, конечно, попроще было. Нет, просто адова, конечно, вот эту капусту, не дай бог еще раз. Я не буду второй раз еще никогда готовить. Ну, может, раз в год, не знаю. Потому что это пипец, это просто пипец. Пипец. Так, горизонт завалим. Время не засекли хера. Мы будем считать, что пять минут. Отошло уже. Так, стоять. Ножик нельзя ронять. Так, и захерачиваем. Главный ингредиент по имени капуста. Посолил. Ну-ка, посолил, конечно. Кажется, мало, ёпты. Все, херня под ногами. Первое. Так. Эх, на плиту упала гребаная капуста, блин. Не везде. Весь пол в капусте теперь. Все в капусте. Вот уж щиток щит. Так, тут вот она упала одна штучка. Хап, и все, ёпты. Так, ну, собственно, все. Осталось все только доварить. 20-30 минут. Каточку. Вот так вот тут делаем. Да, конечно, бульон, мне кажется, не особо наваристый. Хотя жира там в свиньи ненормально, так как идея наваристый с бульона определяется именно с жиром. Там с жиром мама не горюй, кусок сало такой вообще. Ну, поэтому она и сделала 250 рублей за килограмм, потому что сук сало там здоровый. Так-то сейчас цены-то уже другие. Ну, и все, собственно. Видите, оно сейчас, конечно, еще зелененькое такое, жизнерадостное. Но потом ща вот кипит будет, и, собственно говоря, все витамины и так далее придут в негодность, станет безжизненным. И вот эта безжизненная шняга будет называться щами. Конечно, выглядит не очень, честно говоря, как-то это еще на щи не похоже. Ну, ладно, посмотрим. Главное, что вкусно было на самом деле. Так, ну что, короче, будем считать, что готов. Уже на самом деле час-десять или даже больше кипит. Я застег времени с самого начала, ну, потому что я сначала высыпал это все дело. Но почему я так долго, да, я хотел начать 30-40 минут. Дело в том, что не все, не все изделия выглядят доварившимися. То есть, видна еще жизнь. То есть, зеленые вот такие вот, сейчас покажу. То есть, некоторая капуста, да, она выглядит еще белой. То есть, как бы в ней есть жизнь. Вот эта вот, например, в основном она желтая, да. Она уже сварилась, она мертвая, так сказать. Но есть тут местами, особенно раньше, или луковица, вот, к примеру. Довольно-таки белая, да, вот видите, она белая. То есть, она как бы еще не доварилась. Ну, сколько можно, да, уже час 10, час 15, как бы, поэтому. Буду есть, какой есть. Вот, поэтому я его включаю. И сейчас налью. И будет, собственно говоря, тест. Батинок щей. Вот, они остынут. Ну, такие, чтобы теплыми были. Вот. Пиво, к сожалению, нет. Под пиво было бы зашибись, но пива нет. Так, ну что ж, пришла пора отведать щей этого намаза. Готовим их очень долго. Потому что, по сути, я варил мясо только 2 часа. Потому что, ну, или нет, 2 часа 40. И потом, вот, где-то час 10 еще капусту. Еще между этим был такой определенный перерыв. И в начале тоже какое-то время потратил. То есть, где-то я потратил, ну, по 3 часа, может, даже чуть больше времени. Вот. Конечно, как я говорил, не все это время было именно потрачено на само приготовление. Но, тем не менее, то есть, 3 часа вам нужно. Вот. Запах стоит офигенный. Прямо такой муму, это, мне кажется, именно лучок. Может, что-то из-за того, что он фиолетовый, я не знаю. Вот. Лучок и помидорка. Ну, прежде всего, лучок, мне кажется, этот запах дает. Но, к сожалению, у меня нет глубоких тарелок, поэтому хорошо, пусть такая нашлась. Потому что я говорю, я щей никогда не готовлю. Поэтому, в общем, мне не нужны эти тарелки абсолютно. Бо! Давайте ща попробуем. Ну, запах, конечно, отперенок. Да, отперенок, лучок. Так, мы скоро поближе тоже поставим. Так что ща нужно будет заедать. Вот. Ну что ж, поехали. Ще-то на массах. Нельзя нормальную ножку захлебнуть. Блин, горячий молок. Ну. Что можно сказать? Бульон ненаваристый. Бульон ненаваристый. Аромат от ручка, конечно, восхитительный. Просто восхитительный. Не, навариться эти бульон вообще не хватает. Не знаю из-за чего. Больше мяса надо. Ну, в рецептах там 400 грамм, говорят. У меня в 600 было. Жарка нет. В остальном уже, в принципе, щи нормальная. Ну, как бы, без жирка, это не совсем щи. Это, как я вначале сказал, что щи без мяса, это не щи. А мясного-то вкуса спасли, си нету. Здесь, как бы, жирок. Так, вот, помидорка пошла кислая. Ну, лука немного. Да. Офигурно, что тарелка глубокая. Тут есть-то особо нечего. Но, не хватает тут наваристости. С другой стороны, это такой, вегетарианский щит. О, блядь! Офигурно. М-м-м. Без кожи солома. М-м-м. 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 М-м. М-м-м. М-м. Не, ну, пустоватое. Не хватает чего-то такого, наваристое. Капуста, это все норм. Лучок, это все норм. Томаты, норм. Ну, это, как бы, как трава, да, типа. М-м-м. 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 Как же делать наваристой? Может быть, для этого не говядина нужна? Не наваристой щель. Так, чтобы жир, вон, то есть, на мясе, да, вот, вон, жирная вот эта прослойка, то есть, как бы, норм, да, как бы, типа. М-м-м. От мяса, понятное дело, не оторваться. Еще тарелочку. Ну, видите, тарелка маленькая. Пишите в комментах, что можно. Я читал, что там еще под сливочное масло или как там подсолнечное. Ну, это же бред. Ну, как бы, мне лично жиры-то вообще говоря не нужны. Я чисто для вкуса. Я-то не любитель жиров. Вот так эти щеноваристыми не назвать. Блин, коричок. Ну, зато какой аромат вот от помидорки. Кисленький такой. Вот. На. Это лучок. Ну, мощный такой. Вкус прям. Наверное, мощный лучок. Сейчас ты помидорки не пойму. И морковка. Ну, да же. Такой прям. Вум. Да, не подготовился, я решил полуспонтанно снять этот обзор. Почему полуспонтанно? Потому что уже давно планировал, но еще так не подумал, что тарелки нету. Нормальный. Не, ну лучок нормально заходит, поэтому никакой проблемы, что-то, я говорил, две, много нету, он как бы развалился, поэтому не горький, ничего. Поэтому он чисто для вкуса, наоборот, даже хорошо идет. Да, единственное, что не хватает какой-то жиры, так сказать, жирненького. Бульон такой, ни хина не наваристый. Но тем не менее, он всегда довольно-таки вкусно. Но это не классический, получается, щит. Ну что? Классический щит жирком. У меня получается, это вегетарианский щит. Щит. У меня сейчас еще от пивка. Щит от пивкового пашня. Еще лучше. Ну, по щели доварим, то есть, нету, вот я ем, нету. Среди него ничего жесткого, да, как бы такого свежего, так сказать, жесткого. Еще мякоть, но не навариста. Тем не менее, ем с удовольствием. Это при том, что я еще не особо голоден. Я как бы не ел уже часа, ну, где-то 4-5 часов не ел. Но из-за того, что жара, особо есть не хочется, в общем, такого голода нету. Какого-то зимой, когда холодно, и ты постоянно хочешь есть. Ты поел, но там через 2-3 часа уже хочешь как бы хоть что-нибудь поесть еще. Еще такого нету. Мне даже с утра проснулся. Сейчас, надеюсь, не сижу. И я первый раз поел там, не знаю, когда короче. И не было чувства голода практически. Ну, небольшой был, конечно, но небольшой. Ну, да, все-таки я 500 раз повторяюсь, да, как талям. Ну, что еще сказать. Все-таки это не классические щи, а ламаз щи. Пришлось еще добавить немного, чтобы жарнее было. Только не масло подсолнечное. Чтобы его или мост еще не добавлять. Все-таки, мне кажется, оно немного кисловатое. Но кисловатый, знаете, так, по-свежему, да. То есть в плане того, что все-таки, мне кажется, не доварились овощи. Потому что кисловатость, она какая-то не такая мертвая, да, кисловатость. Потому что это сваренное, а оно мертвое. А эта кисловатость такая, все-таки такая, полусок, да, в плане. Еще бы поварить, не знаю, может быть. Чтобы настоялись. Ну, она как бы приятная, но она, опять же, просто она не классическая, да, как бы. Щит, они должны быть, как бы, кислыми. Да, к сожалению, классические еще не получились. Ну, вот такой я хуев повар. Вот зато мясо. Смолил и все. Оно классическое. Ну, почти будущее. У меня едят не было особо голдена. Тут по халу. И, как бы, вообще не годыно даже. И хлеба съел, и мясо. Ну, тяжело, конечно, делать, амон геморроя, это я водичкой запил, потому что пить хочется, но щами не напьешься, хоть это и вода, но все-таки она такая какая-то, связанная с жирами, не напиваешься ей. Ну, что можно сказать? Конечно, в принципе, я бы хотел классический щами, но я бы пытался, да, это знаете, какая-то, вот я не еще пирог делал, да, там смысл был попытаться, грубо говоря, чисто из муки сделать, но в первом случае там вообще не удалось, да, как бы. Также и тут я, как бы, подумал, да, что такое щи, это, грубо говоря, капуста плюс мясо, ну, там картошечка, томаты, это, в принципе, томаты не обязательно, да и картошка, я посчитал, картошка не обязательно в щах, вот, это потом ее стали добавлять, поэтому, грубо говоря, ну, ладно, картошка, капуста и мясо, да, ну, можно там добавить морковки, там это, вот, но вот сварил и нет, нет, чуваки, че-то, то ли мясо нежирное, свинина, может, она, говядина все-таки надо, да, вот и щи такие, мх, прям там, жилище прям, понимаете, в этом есть смысл, а тут как-то они такие вегетарианские, реально щи получились, кому-то мясо-то не было, бульон он, не бульон, в общем, получился, может, потому что много воды все-таки, потому что кастрюлю 4,5 литра, изначально я налил все-таки, наверное, больше, чем 3 литра, оно, конечно, подоспарилось, да, вот, ну, может быть, в этом дело все-таки, может, поменьше, но, как бы, не думаю, потому что все-таки, понимаете, даже если бы был на 20-30 процентов меньше воды, ну, 30 это много, ну, 20, то особо жирнее бы он не стал, то есть тут дело не в этом, видимо, все-таки для этого говядина и нужна, наварилось мясо долго, да, где-то час 40, при этом оно абсолютно, что я ел, абсолютно сварено, то есть нету недоваренности, да, и для бульона, как бы, нет смысла там варить 3 часа, я не знаю, там, главное, вот я сколько рецептов прочитал, да, главное, чтобы чисто мясо сварилось, то есть вот это главное слово мясо должно свариться, вот, может быть, его все-таки не надо было вынимать, оно бы еще час там пробыло, и жир, да, вот этот, прослойка жира сала, она бы, может быть, все-таки подроссосалась туда, в бульончик, вот, вот, по соли не знаю, в принципе, недостатка я не чувствую, но я никогда соль особо не жрала, да, то есть поэтому мне хватает немножко посолить, единственное, что я недавно, когда кашу пытался есть отдельно, какую-то кашу, овсянку, по-моему, то есть ее без соли вообще нельзя, она такая, она такая нейтральная вода, да, такая вот пресная, вот, пресная, просто до ужаса ее вообще есть нельзя, она такая пресная, вот, и с тех пор я все это добавляю, но так вообще я в ней никогда не нуждался, то есть у меня нет такого, что я говорю, что это недосолено, там, мне, только если это не пресно, если пресно, это отдай мне, ну, надо, чтобы не было пресным, вот, ну, такой, как бы, опыт, он, любой опыт, это все-таки опыт, да, как бы, ну, конечно, вот я скажу, да, 3 часа тратить хоть и, там, можно в дотку играть, ну, это все-таки геморно надо, бегать, смотреть, пену снимать, резать, да, ну, это геморно, чуваки, поэтому я вот говорю, я не готовлю в основном, потому что вот гемора много на самом деле, а вот видите, пока еще надо научиться готовить, потому что не научился, вот эти вот щи, ну, я бы не сказал, что вот ща кого-то, если, грубо говоря, пригласить и угостить, он будет в восторге от этих щей, вот, они, по крайней мере, конечно, не противны, ну, я не знаю, как можно их противными сделать, только есть какое-то, может, мясо какое-нибудь гнилое, или, там, тушенку какую-нибудь соевую, да, я не знаю, еще там, в остальном, что там сделать, либо пересолить, вот, но, как бы, может, они настоятся еще и все-таки вот эта вот, все-таки, некоторая кислота такая свежая, как я сказал, она подойдет, но жирка все-таки не прибавится, вот, мяса я не буду все-таки накидать или кинуть его, хз, подумаю, это не суть, вот, ну, вот такой вот, вот такой вот обзор, чуваки, покедула, пишите комменты, ммм!